Еврокоптер ИСИ-145. Сегодня с этой миниатюрной и очень современной винтокрылой машиной связана будущее казахстанской санитарной авиации. Вертолеты уже собирают в Казахстане. Активно идет процесс подготовки кадров. Сегодня завершился двухнедельный тренинг для казахстанских пилотов. Специалисты особого подразделения французской жандармерии обучали их летать и садиться на очень больших высотах, фактически в ледниковой зоне. Сегодня приглашенным на демонстрационные полеты представителям казахстанских госструктур и иностранным гостям повезло больше, чем журналистам вчера. Погода в Зайлицком-Латаву улучшилась, и это позволило провести показательные выступления в одном из самых красивых горных районов, на Большом Алматинском озере. Подобные спасательные операции, к примеру, в Европе в зимний период проходят чуть ли не каждый день. Люди попадают под лавины, теряются в незнакомой местности, страдают от холода и травм. У альпинистов же нештатная ситуация происходит на очень больших высотах и практически в недоступной местности. Зачастую вертолет оказывается единственным средством спасения в таких условиях. Во-первых, вертолет очень маленький. Для таких высот мы, честно говоря, не думали, что он может летать. Но опыт показал, профессионализм наших французских коллег показал, что вертолет и на 4, 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 и на 4,5 тысячи метров садится без проблем. С заправкой больше половины и с 4-5 пассажиров на борту. Учитывая, насколько сейчас активно у нас развиваются зимние виды отдыха, руководство Каза Авиаспаса приняло решение подготовить к работе в горах несколько экипажей. Были приглашены специалисты летного центра французской жандармерии. Это бывшие военные с огромным опытом работы в горной местности. В итоге было подготовлено два полных экипажа, четыре казахстанских пилота и три оператора бортовой лебедки. Сборка вертолетов очень качественная. В воздухе машины ведут себя уверенно. Наша инструкторская группа – это бывшие военные. Мы специализируемся именно на спасательных операциях в горной местности. К примеру, во французских Альпах, где очень развит горный туризм, таких операций проходит по несколько десятков за сезон. Что же касается ваших пилотов, то теперь они могут уверенно летать в высокогорье. Я думаю, что этот ценный опыт со временем будет приумножаться. В ближайшее время «Еврокоптер Казахстан Инжиниринг» планирует увеличить производство до 10-15 машин в год. Это позволит не только закрыть все потребности нашей страны в вертолетах санитарной авиацией, но и продавать машины за рубеж. Интерес к казахстанским «Еврокоптерам» проявляет пограничная служба Азербайджана.